Привет, я Дэйв Сивер из Mind Alive. Сегодня я с радостью поделюсь с вами примером черепно-мозговой травмы, полученной молодым человеком, которого я называю ЭД, в котором показана роль позвоночника и то, как он влияет на работу мозга. В частности, мы будем рассматривать подвывих атлантной кости. Поскольку атлантная кость содержит ствол головного мозга, и когда атлантная кость смещается, это может вызвать очень серьезные и тревожные последствия для головного мозга. Так что да, итак, мы собираемся взглянуть на этого молодого человека, которому 20 лет, и на то, что с ним случилось, когда он вывихнул свою атлант-кость. И почему это следует учитывать во всех случаях не только сотрясение мозга, но и хлыстовых травм, а также у тех, кто, возможно, каким-то образом ударился головой и теперь испытывает неврологические проблемы. Итак, первый вопрос заключается в том, что такое атласная кость, но в Википедии говорится, что атласная кость — это самый верхний позвонок, и вместе с осью, которая находится под костью, она образует сустав, соединяющий череп и позвоночник. Атлас и оси специализированы для обеспечения большего диапазона движений, чем обычные позвонки. Они также отвечают за кивки и вращательные движения головы. Посмотри влево и вправо, вверх, вниз и так далее. Вот и все. Вот изображение атлант-кости и оси, которую мы видим прямо здесь, у основания черепа. А на рисунке справа мы можем видеть, как она располагается на черепе, и как это влияет на вращательные движения и так далее. Так что же такое подвывих атлант-кости? Ну что же, подвывих — это когда позвонки смещаются или смещаются из своего нормального положения. В хиропрактике это называется подвывихом. Атлант — единственная свободно подвижная кость в позвоночнике, а это значит, что она может смещаться при очень незначительном усилии. А вот пример подвывиха атлантной кости. Слева мы видим, что позвоночник выглядит нормально, а человек стоит прямо, или в данном случае скелет стоит прямо. И мы видим, что бедра выровнены, плечи выровнены, а шея и позвоночник также находятся в прямом вертикальном положении и выравнивании тоже. Когда атлант или шейные кости в какой-то степени подвывихиваются, мы можем видеть, как они скручиваются при наклоне, они искривляются. И в процессе этого происходит смещение всего позвоночника. Это приводит к тому, что бедро подтягивается вверх, и одна нога становится функционально длиннее другой, что вызывает всевозможные боли, как правило, в более длинной ноге, а также в более короткой ноге в области бедра и тому подобное из-за спазма мышц. Пагубные последствия подвывиха атланта настолько характерны для сотрясения мозга, что не следует проводить нейротерапию до тех пор, пока кость атланта не будет восстановлена. 95% моих клиентов сообщают об умеренных или исключительных преимуществах от восстановления их кости атланта. Так вот, это означает, что когда у меня есть клиент с сотрясением мозга, я даже не буду утруждать себя составлением карты мозга ЭЭК или любым другим видом терапии. Потому что в этом нет смысла, пока пациент не получит сотрясение мозга. Атлант-кость была рассмотрена в первую очередь, так как она иногда устраняет половину большинства симптомов, которые испытывает человек. Вот вам пример того, как это влияет на мускулатуру, обычно на одной стороне тела. В данном случае мы видим, что вся правая сторона тела этого человека сведена судорогой. Это тоже может привести к спазмам, которые иногда приводят к серьезным проблемам с коленями. И тогда медицина, конечно, захочет взглянуть на проблемы с коленом и сделать операцию или что-то в этом роде, когда на самом деле проблема вообще не имеет никакого отношения к колену. Но это необходимо. Делайте это с помощью спазмированного бандажа ИТ, который натягивает структуры колена, вызывая в некотором смысле боль в неправильном месте, которую обычно не замечают врачи. Вот здесь мы видим, что это определенно кость ЭС. ЭС это атлант. И мы можем видеть, что в этой области находятся всевозможные мозговые артерии, нервы и прочее, все это плотно переплетено. Так вот, когда эта кость смещается с места, это влияет на сосудистую сеть и другие нервы, причем не только на ствол мозга, но и на другие структуры наверняка. Вот некоторые из симптомов, связанных с подвывихом атлант-кости. Они могут вызвать выброс гормонов и затуманивание мозга. Это может привести к нарушению координации движений, проблемам с движением глаз. Это может вызвать проблемы с сердцем, легкими, желудочно-кишечным трактом, объемом крови, внутренними органами. Это всегда приводит к разнице в длине ног. Это может повлиять на иммунную систему. Это безусловно может вызвать боль. И я мог бы сказать, что часто эта боль возникает не в той области, где на самом деле возникает проблема, как в данном случае, когда ткани вокруг подвывихнутой атласной кости. А потому, что давление атласной кости воздействует на ствол мозга и воспаление ствола головного мозга. Нервов, которые выходят через спинной мозг, может вызвать у вас всевозможные боли и проблемы с частями тела, которые, казалось бы, совершенно не связаны с атлант-костью. Таким образом, клинициста может быть довольно легко сбить с толку, если он этого не поймет. В любом случае, потеря энергии, головокружение, тошнота, дурнота и так далее. В эту картину также не включены эффекты, которые это может оказывать на нейромедиаторы, что, как я полагаю, также происходит, основываясь на симптомах, которые наблюдались у некоторых моих клиентов при подвывихе атлантной кости. И это прямо здесь. Таким образом, в стволе головного мозга вырабатываются некоторые ключевые нейромедиаторы, такие как норадреналин, дофамин, серотонин и ацетилхолин. И я действительно верю, что бывают моменты, когда они приходят в неуравновешенное состояние. Например, когда у меня есть человек с сотрясением мозга и его глаза закрыты, альфа-частота работает быстро. Я подозреваю, что это связано с каким-то соотношением между норадреналином и, возможно, серотонином и ацетилхолином. И таким образом это приводит к быстрому запуску альфа-ритма, хотя обычно альфа-ритм у них замедляется из-за того, что у них было сотрясение мозга. И как только ньюка закончит, все, кажется, уляжется. У меня не так уж много доказательств, но на данный момент у меня есть только один случай, который показал, что после ньюка быстро бегающая альфа с закрытыми глазами действительно замедлилась, что наводит меня на мысль о том, что да. В результате воспаления ствола мозга произошел дисбаланс нейромедиаторов. Кроме того, с этим состоянием связано беспокойство. Таким образом, тревога исчезла в то же самое время. Так кому же следует обследовать положение верхней шейной кости? Ну, в общем, практически всем, у кого есть мышечные спазмы в шее и плечах, у кого есть спазмы в спине, тазобедренных суставах, поясничных связках, идиопатические боли в коленях, в ногах и ступнях, а также боли в пояснице. Я бы сказал, что все спортсмены, как и буквально все спортсмены, которые занимаются тяжелыми видами спорта, такими как хоккей, мини-футбол или европейский футбол. Все, кто ездит верхом на лошади, гимнасты, велосипедисты, которые ездят на велосипедах с опущенными перекладинами, и им приходится держать голову высоко. При длительном искривлении позвоночника следует осмотреть его атласную кость. Любой человек может попасть в аварию, начиная от простого падения на землю из-за того, что споткнулся бордюр или кусок тротуара. Или поскользнулся на льду, заканчивая дорожно-транспортными происшествиями и так далее. Что касается меня, то однажды на конференции я просто выбросил свою атласную кость, сделав несколько сальто, и у меня начались сильные спазмы по всей груди и спине. Настолько сильные, что мне стало трудно дышать. А теперь мы поговорим об инопланетянах. Привет, инопланетянин, рад с тобой познакомиться. Итак, инопланетянин, это всего лишь некоторая информация о приеме внутрь. На самом деле в этом нет ничего важного, но это просто часть нашего рациона. И ты можешь прочитать это и увидеть, что иногда происходят некоторые типичные детские вещи. Но сейчас, став взрослым, он увлекается такими видами активного отдыха, как езда на велосипеде, водные лыжи, сноуборд, и он довольно активен физически. Увлекается механикой двигателей, любит бывать на свежем воздухе, а также катается на грунтовых велосипедах, и именно это привело его ко мне. Так вот, в апреле 2019 года он ехал на своем грунтовом велосипеде по трассе, когда другой гонщик подрезал его переднюю шину. Это сбросило его с велосипеда, и он приземлился на голову. На нем был шлем, а также шейный бандаж и другое защитное снаряжение. Но и сознание он тоже не терял, просто был ошеломлен. Он перестал кататься, поехал домой, но в тот вечер не был таким разговорчивым, как обычно. На следующее утро и в последующие три утра у него случались такие приступы, как называет это его отец. Это написал его отец. Эти приступы начинались в течение часа после пробуждения и длились от пяти до тридцати минут, и он не мог говорить. Он понимал, что ему говорят, и знал, что он хотел сказать, но не мог пошевелить губами. Его рот парализован, и он также не испытывал боли. Так что после двух посещений отделения неотложной помощи с привлечением самых разных специалистов, они не смогли обнаружить никаких повреждений. И его отец попросили врачей скорой помощи принять его, чтобы они могли зафиксировать эпизод сразу после того, как он очнулся, на ЭЭК. И они действительно зафиксировали третий эпизод на ЭЭК, но вернувшись, сказали ему, что все выглядело нормально. Чуть позже я покажу тебе ЭЭК, и ты поймешь, в чем проблема с использованием ЭЭК при том, что мы считаем припадком ствола головного мозга. Но в любом случае они сказали, что припадков не было, и они определенно не являются стандартными припадками кортикального типа, которые вы ожидали бы увидеть. Задействованы нейроны коры головного мозга. Так или иначе, в течение следующих девяти месяцев у него больше не было приступов, но он боролся с чувствительностью к свету и звуку, у него были проблемы с кратковременной памятью. И он потерял равновесие примерно на три месяца. Все эти проблемы вынудили его бросить колледж. 4 января 2020 года у него внезапно случился еще один приступ, но на этот раз он затронул его руки и ноги. 25 января у него также был приступ, а затем еще один, каждый день до 6 февраля. Все эпизоды затрагивали его руки, ноги и рот, и длились от 10 до 45 минут. И им тоже пришлось его подхватить, иначе он бы упал, если бы держал его стоя. Он бы упал на землю. Во время этих многодневных эпизодов его отец записывал все, что он ел, пил, смотрел, как он спал. Он также начал принимать по 200 миллиграммов КБР в день, витамина Ди и магния. Общая связь с этими эпизодами заключалась в том, что они, казалось, происходили сразу же или через 2-3 часа после того, как он принимал душ. И они запретили ему принимать душ 9 февраля. Несколько дней спустя он принял душ, не опуская голову под воду, и это не вызвало приступа. 10 февраля он снова принял душ, опустил голову под воду, и сразу же это спровоцировало приступ, который длился час. Это был самый продолжительный эпизод, который у него был на тот момент. С сегодняшнего дня, 13 февраля, у него больше не было приступов, и он не принимал душ, и он продолжает принимать КБР, витамин Ди и магний. Так вот, что здесь произошло. Незадолго до этого я читал лекции в районе Сакраменто, и его отец посетил одну из моих лекций о мозговых машинах, которые мы создаем. В частности, благодаря аудиовизуальному сопровождению и исследованиям, которые мы провели с сотрясениями мозга. И именно это побудило его отца позвонить мне и попросить их прилететь, как раз вступая в эпоху, предшествовавшую ковид. И он прилетел в Канаду, а затем мы провели экс, и так далее. Итак, поехали, давай посмотрим. Вот он здесь, прямо здесь у него случился приступ. Теперь, как ты знаешь, одна из вещей, о которых мы говорили при подвывихе атласной кости, это то, что обычно возникают спазмы на одной стороне тела. И посмотри, как искривлена его голова на плече и шее. Мне пришлось немного помассировать ему плечо, чтобы расслабить его, и вот я здесь. Вы можете видеть, как я надеваю на него шапочку, и вы видите, что его глаза открыты. В этом эпизоде вы можете видеть, что его глаза открыты, он может слышать и видеть, но он не может двигаться и говорить. И это очень похоже на абсансный припадок, за исключением того, что это не абсансный припадок. Теперь, немного помассировав и все такое, я смог расслабить плечо и шею и надеть на него колпачок. Потому что я не хотел, чтобы куча мышц, ну вы знаете, Эмк, проникала в мои мышцы. И записи тоже. Но в то же время ему было неудобно. Я не хотел, чтобы на моей записи были заметны следы боли, или чтобы он постоянно кричал в кресле, когда я пытался сделать запись. Сейчас он пьет здесь не кофе, а просто немного воды. Так в чем же разница между припадком ствола головного мозга и абсоническим припадком? Это запись эко-абсонического припадка, и это определенно можно увидеть на Эрек. Ты не можешь пропустить это. Гигантские волны. Ты можешь видеть, что в данном случае они не такие уж длинные, знаешь, они длятся около 10 секунд или меньше. В данном случае они длятся, может быть, 8 секунд. Так в чем же сходство между тем, что кажется припадком ствола мозга, и припадком в состоянии покоя? Ну, в общем, сходство заключается в том, что человек очень неподвижен. Они появляются внезапно, не разговаривают и не двигаются. А потом, когда приступ заканчивается, они также внезапно возвращаются к активной деятельности. Отсутствие приступа обычно длится 30 секунд. Эти приступы в стволе головного мозга обычно длятся от 5 до 30 минут, а затем у него был один, который длился целый час. Отсутствующий приступ сопровождается большим всплеском волновой активности. На электроэнцефалограмме припадок ствола головного мозга выглядит совершенно нормально, и именно поэтому в больнице его не наблюдали. Однако, если у вас есть база данных, в которой отображаются фазовые показатели, вы увидите, что проблемы с фазами четко проявляются. Вот запись, на которой он сидит с закрытыми глазами, просто в кресле с закрытыми глазами, и его активность вполне нормальна. Мы видим, что у него есть альфа-веретено, что в целом довольно приятно. Оно в основном расположено в теменно-затылочной области, где ему и положено быть, и к тому же находится в определенной фазе, именно так оно и должно выглядеть. Когда мы обрабатываем его на кик, мы видим, что в данном случае его закрытые глаза двигаются немного медленно. У него частота альфа с закрытыми глазами составляет около 9,5 Гц. И хотя я говорю, что это немного медленно, на самом деле это все еще считается очень нормальной ЭЭК. И, конечно, с закрытыми глазами частота альфа может варьироваться от 9 до 11,5. Во многих случаях это можно считать вполне нормальной ЭЭК. Мы видим, что на стороне магнитуды, которая составляет 5 микровольт, мы видим правую сторону, которая является базой данных. И что характерно для сотрясений, мы часто видим частотные диапазоны от МРР до бета-диапазонов, это в данном случае это низкий показатель. Он определенно немного подавлен, и это довольно распространенное явление при сотрясении. Мы также видим, что по мере того, как мы поднимаемся в нижнем ряду с правой стороны, с 29 Гц примерно до 35, мы видим, что активность начинает проявляться. Что на самом деле является мышечным напряжением. Это вовсе не мозговая активность, это просто артефакт. Глядя на то, что выделялось и на когерентность, которая является мерой изменчивости фазы, Мы определенно видим, что при закрытых глазах наблюдается некоторое отсутствие когерентности в дельта-диапазоне и несколько фронтально в МРР-диапазоне. Ничего слишком большого. И иногда с когерентностью в дельта-диапазоне нужно быть немного осторожнее из артефактов и прочего, что может привести к искусственным измерениям когерентности. Здесь мы рассматриваем фазу в дельта-диапазоне и фазу в тета-диапазоне. И мы действительно видим, что у него есть некоторые проблемы с височной долей, которые могут привести к нарушению когерентности. Они постоянно на протяжении всех записей, которые мы сделали. Вот теперь его глаза открыты, но не из-за припадка, просто глаза открыты, и они снова в норме. Мы видим, что в данном случае у него наблюдается альфа-подавление, что очень типично для пациентов с открытыми глазами. Время от времени он делает небольшие движения то тут, то там, и в целом это довольно чистый результат. Мне нравится делать чистые записи, и я приложу все усилия, чтобы получить чистую запись. И так получилось, что у нас здесь хорошая чистая запись, и это хорошо. Здесь есть пара морганий глазами. В любом случае это выглядит очень-очень типично, очень-очень нормально. Взгляни на это с другой точки зрения. Мы можем увидеть здесь, рассматривая независимый компонентный анализ, только некоторые из диполей, которые проявляются в его мозге. И вы можете увидеть проблемы с височной долей, проявляющейся на вот эта правая сторона сзади на трехмерном изображении. И у нас действительно есть некоторые проблемы с этим, которые, вероятно, связаны с сотрясением мозга. Вот здесь, когда его глаза открыты, мы видим, что у него есть какая-то сосредоточенная информация, сосредоточенная вокруг поясной извилины на частоте в 2 Гц. И она немного задерживается в тето-диапазоне. Мы по-прежнему видим синее излучение в диапазоне МРР и выше, от 12 Гц и выше, и это часто очень типично. Вы можете увидеть это на стороне базы данных. И это довольно типично для людей, перенесших черепно-мозговые травмы в результате сотрясений мозга и так далее, снижения активности в этих группах. В целом мы наблюдаем несколько небольших фазовых проблем. Мы наблюдаем проблему с фронтальной задней фазой, которая немного проявляется в дельта-диапазоне, немного в тето-диапазоне немного, в альфа-диапазоне немного, но не в МРР-диапазоне. И небольшая проблема с фазой наблюдается и в бета-диапазонах. Но в этом нет ничего особо сильного, и это было бы совсем не похоже на клиническую практику. Так, вот в чем дело. А вот и его транс. Теперь, когда ты войдешь в транс, ты увидишь совсем другие вещи. Взгляни на это, здесь мы видим, как в его трансе происходит какое-то вращение дельты, и мы видим значительное смещение альфа-веретен. И ты увидишь, что генераторы также время от времени работают на разных частотах. Его глаза иногда сильно вращаются, даже если они открыты. Они будут вращаться во время транса. И мы видим явный разрыв на стороне совместной модуляции между его альфа-веретенами и так далее. Так вот, как он выглядит во время настоящего транса с открытыми глазами. Так что давай проанализируем это и посмотрим, на что это похоже. А вот здесь мы видим левую сторону, где просто открыты глаза, в отличие от правой стороны, находящейся в состоянии транса. И теперь мы можем видеть, что между этими двумя состояниями существуют явные различия, которые выявляются при независимом компонентном анализе или к. Еще раз, клинически, смогли бы вы отличить их друг от друга, если бы просто проводили этот анализ? Это может быть трудно заметить, действительно определить по этим показателям, но когда вы сравниваете эти два показателя, мы можем это увидеть. Здесь мы также видим разницу между величиной в 3 микровольта и величиной в база данных с двумя стандартными отклонениями, выглядит относительно аналогично состоянию открытого глаза. Но сейчас этот этап очень важен. Мы наблюдаем дельта-фазу и тето-фазу, но в основном на дельта-фазе мы видим, что здесь возникают довольно серьезные проблемы. Мы также наблюдаем серьезные проблемы в альфа-диапазоне и мрр-диапазонах. Также мы наблюдаем проблемы в бета-двух диапазонах и бета-трех диапазонах, которые в данном случае очень важны. Итак, мы видим, что на самом деле, да, сейчас на это влияет то, что происходит в стволе его мозга, на уровне коры головного мозга. Но, как правило, многие ЭЭК не учитывают фазу, и если в базе данных нет измерения фазы, это не очень полезно, на мой взгляд, для того, чтобы вообще рассматривать сотрясение мозга. И уж точно не для того, чтобы рассматривать людей с подвывихом костей Атланта. Так что же я такого сделал? Я отправил это своим людям из НАКО. А что такое НАКО, о чем ты спрашиваешь? Ну что же, НАКО расшифровывается как Национальная ассоциация мануальной терапии верхней части шейки матки. НАКО — это направление мануальной терапии, которое активно занимается объективными измерениями, где они изучают смещение тела, а также проводят очень тщательно спланированные рентгеновские снимки. Сотрудники клиники Симметри Спаймал Кэр в Эдмонтоне — одни из лучших практикующих врачей Ньюка, с которыми я имел удовольствие познакомиться. За эти годы они обращались ко мне пару раз, за что я им очень благодарен. А результаты, основанные на лечении шейки матки, лечатся очень быстро. Как правило, уже после первой процедуры вы почувствуете себя лучше. И, как правило, проблемы полностью решаются в течение полудюжины процедур. Так что да, Ньюка, при правильном применении у людей с подвывихом атлант-кости, действует быстро, эффективно и очень доступно по цене. Так что когда атлант и близлежащие кости смещены, возникающее в результате давление на ствол мозга, может вызвать воспаление ствола мозга и привести к дисбалансу нейромедиаторов, мышечным спазмам в любой части тела. Боль, беспокойство, туман в голове, мигрени, многое другое. Просто хочу подытожить то, о чем мы говорили ранее. Ядерные процедуры направлены на уменьшение воздействия на нервную систему, вызванного смещением крайне от цервикального сочленения. И они используются в качестве точного неинвазивного метода лечения позвоночника. На самом деле, как правило, они просто используют костяшку или кончик пальца и сильно, но все же достаточно мягко нажимают на атлант, возвращая его на место. А потом они сделают повторный рентген, просто чтобы подтвердить, есть ли у них нарост на атласной кости или нет. И если у них что-то не так, они сделают еще один небольшой рывок, а затем просто перепроверят, пока не сделают все идеально. Вот мой опыт работы с Ньюка примерно в 2010 году. Я сделал несколько последовательных сальто на конференции Изанр, просто развлекаясь. Во время одного из сальто я немного неправильно приземлился и ударился головой о ковер. Я почувствовал, как что-то звякнуло, но мне совсем не было больно. Так или иначе, я сделал еще несколько сальто, прежде чем остановился. Я не думал, что возникнут какие-то проблемы. Три дня спустя у меня начались сильные спазмы в спине и груди, и они были настолько сильными, что мне стало трудно дышать. Вот насколько сильны эти спазмы. Я несколько раз посещал обычных мануальных терапевтов, и мне действительно стало хуже. То же самое происходит и с физиотерапией. Так или иначе, к счастью, мой коллега, который познакомил меня с Ньюка, мог сказать, что он сам работал с некоторыми пациентами с сотрясением мозга. И в результате этого открыл для себя процесс Ньюка. Как бы то ни было, я пошел и сделал операцию Ньюка, и они вылечили меня очень-очень быстро, всего за несколько дней. В 2020 году я снова вывихнул шею, и мне потребовалась еще одна коррекция. Я также обнаружил, что могу определить, как они давят на мою шею, и если я случайно вывихну шею, то с годами смогу вернуть свои собственные позвонки на место. И я определенно могу вспомнить один случай, когда я плавал под парусом и крутил лебедку. И если вы быстро вращаете лебедку, чтобы поставить парус на место, ваша голова подпрыгивает взад-вперед от движений ваших рук, которые вращаются вокруг лебедки в боковом направлении, вращая эту большую ручку или рычаг на этой лебедке. И тут же я начал натягивать парус, и я просто понял, что вытянул шею, и внезапно у меня начались судороги, и внезапно в голове у меня образовался какой-то странный туман. Я почувствовал легкое головокружение, и у меня внезапно свело правое плечо. Так что я просто передал лебедку одному из моих товарищей по кораблю. Я пошел и лег на кровать, вытащил костяшки пальцев, и просто медленно надавливал на шею около минуты, а потом почувствовал, что напряжение просто спало. Я вернулся наверх, и сегодня продолжил нападать. Так что просто удивительно, как это работает, и также удивительно, как легко можно сбросить атласную кость. Итак, здесь я показываю одну из мер, которые они применяют, и вы можете увидеть здесь, это было в 2020 году, когда я сломал себе шею, занимаясь некоторыми вещами. Ты же видишь, какая у меня кривая спина. Так вот, это одна из мер, которые они проводят, чтобы проверить, подходишь ли ты для следующего рентгеновского снимка. И, конечно же, с такой спиной, как у меня, я действительно имел право на получение рентгеновских снимков. Если бы они были очень прямыми, они, вероятно, не стали бы делать мне рентген. Они также измеряют твои бедра. Так вот, сейчас я нахожусь в рентгеновском аппарате, смотрю вперед и назад, и они также делают несколько снимков сбоку. А потом, когда они закончат, они кладут твою голову на эту очень твердую маленькую таблетку, которая неприятно давит на уши. А затем они проведут манипуляции с атлант-костью и вернут ее на место. Вот и все. Вот как, в принципе, работает процесс Ньюка. Теперь, в случае с ЭТ, мы можем видеть, что у него были смещения как в ротационном, так и в сагитальном направлениях. По сути, у него были смещены все три оси. А вот рентгеновские снимки, на которых видно, насколько искривлена его шея, особенно на снимке в центре. Вы можете видеть, насколько она искривлена. Вы также можете видеть, как он повернут на снимке справа или где-то еще. На снимке слева я не могу точно сказать, что атлант отсутствует, потому что я не специалист по хиропрактике, или мы действительно слишком часто смотрим на рентгеновские снимки. Так что я действительно не мог это видеть на с левой стороны, но хиропрактики, конечно, могут это сделать. Затем они делают все необходимые замеры, и ты видишь, что у них повсюду есть маленькие линии и другие штрихи. Вот что мне сказали люди из НАКО. Они сказали, что мы хотим знать, где находятся перегибы или углы между атласом и центром черепа, чтобы избежать смещения, и они также изучают смещение центра атласа и шеи. И насколько далеко череп и шея смещена от центра тяжести. Значит, они также рассматривают возможность уменьшения объема черепа и шеи. Результаты выравнивания ЭД были хорошими, но не превосходными. Это после того, как они их скорректировали. С ним сложнее, потому что центр черепа не совпадает с основанием черепа под углом 90 градусов. У него наблюдается некоторая асимметрия затылочных мышелков, которые представляют собой две серые линии с зеленым углом. Эта асимметрия учитывается при сравнении смещения атласа да и после лечения. Таким образом углы наклона атласа к черепу и атласа к шее совпадают. И вот что они делают. Это выше моего понимания, но мы определенно можем видеть, что предметы расположены под разными углами, если посмотреть на некоторые из их измерений. Так что я пригласил его сюда, за исключением, конечно, того, что, как вы знаете, он был в моем кабинете. Мы сделали ему электроэнцефалограмму. Во время ЭЭК у него был эпизод, когда мы увидели эти серьезные фазовые нарушения. Я заставил его встать у стены. Я мог бы сказать, что он был скован с одной стороны шоу, потому что я уже знал об этом, когда он впервые появился, потому что у него такая кривая шея. К счастью, в тот день у них было открытие, и мы отправили его к специалистам по лечению позвоночника симметрии. Они провели обследование и коррекцию Ньюка, и на следующий день ему уже стало лучше. Удивительно, но когда я на следующий день провел электроэнцефалограмму, он выглядел так же, как и раньше, только глаза были открыты и закрыты. Никаких реальных изменений не произошло. Конечно, ЭК с открытыми и закрытыми глазами по большей части не вызывало особых проблем, так что на самом деле не было никаких изменений, о которых я бы сказал. Предположение имело бы смысл. И на второй день, когда я составил карту его мозга, у него не было приступов. Так что там не на что было смотреть. Потому что теперь он это сделал, да, его мозг работал лучше, и у него не было приступов. Так или иначе, 18 апреля. Так что я увидел его в конце февраля. 18 апреля его отец сообщил, что сегодня у него была назначена встреча на третью неделю с момента его последней корректировки, и он держится. Его последние приступы были несколько дней назад и длились менее одной минуты каждый. Так что у него все еще хороший прогресс. Мышечные спазмы все еще случаются эпизодами, но гораздо менее интенсивные. Я должен упомянуть здесь еще кое-что. Требуется немного времени, чтобы хрящи, сухожилия и мышцы восстановились, чтобы голова была устойчивой. И вот что случилось. Они вернулись к себе домой в Калифорнию, и у них прошла неделя без каких-либо приступов. А потом ЭТ сунул голову под кран, чтобы попить воды. У него сдвинулась с места атласная кость, и у него было три припадка подряд. И его отец, конечно же, был очень расстроен, запаниковал из-за этого и сразу же позвонил мне. Мы нашли практикующего Анука в Сакраменто, который находился недалеко от их дома. Мы отправили этому мануальному терапевту рентгеновские снимки и все такое прочее, и на следующий день они провели коррекцию и вернули его на место. Так вот, это произошло после того инцидента. 25 апреля по восточному времени у меня больше недели не было приступов. Последние несколько эпизодов были очень короткими или легкими, и в течение последних четырех недель сохранялся уровень С1. Эти последние несколько эпизодов, возможно, были просто частью процесса выздоровления, но мы скрещиваем пальцы за каждый день без происшествий. 30 апреля по восточному времени было несколько небольших эпизодов, так что мы знали, что что-то изменилось. Он продержался в общей сложности четыре недели без корректировки на С1. Это тоже хорошая новость, но когда она меняется, начинаются приступы, как и ожидалось. Он снова выровнялся, потому что я ходил к специалисту по ядерной медицине, и никаких приступов не было, так что корреляция отличная. Я должен упомянуть, что его отец инженер, и во всем, что он наблюдает, он опирается на фактические данные, и это хорошо. Надеюсь, на этот раз мы сможем провести два, три или шесть месяцев в согласовании. Скрестим пальцы. Окей, хорошая новость в том, что он чувствует себя хорошо. Он снова начинает заниматься спортом и собирается вернуться в колледж. Он также начинает водить машину, но только если в машине кто-то есть. Хочешь верь, хочешь нет, но на сегодняшний день медицинские счета составили 102 доллара 0,12, из которых они были оплачены через доплату. Стоимость Ньюка составляет от 1 доллара 0,10 до 2 долларов 0,10, в зависимости от того, сколько корректировок ему потребуется. Так что это не только эффективно, но и доступно по цене. Сегодня 23 мая 2020 года, в целом у него все хорошо. На этой неделе он начал заниматься физиотерапией с одобрением мануального терапевта, и они укрепляют его шею для большей устойчивости. Последний раз он поскользнулся около 12 дней назад. Однако 4 дня назад у него случился приступ после того, как он поднял несколько коробок над головой, а он не должен был этого делать. Это тоже продолжалось 7 минут. К сожалению, он не упал, когда это произошло. 17 июня 2026 года, прошло уже 6 недель без каких-либо травм, он вернулся в школу и учится хорошо. Около двух недель назад он начал заниматься физиотерапией, чтобы укрепить шею. Скрестив пальцы, мы не предвидим никаких промахов в будущем. 26 сентября. Так что прошло уже некоторое время, больше полугода. Я хотел бы проинформировать тебя о прогрессе инопланетянина. Это было здорово. Уже несколько месяцев у нас не было ни одного эпизода. А теперь он вернулся в колледж, снова работает и, конечно же, водит машину и наслаждается жизнью. С февраля, когда мы вошли в твой офис, произошли такие огромные перемены. Вот и сейчас, год спустя, 21 февраля. Ровно год назад мы с Эд были в твоем офисе. Сегодня Эд со своей девушкой отправились в поход по Гранд-Каньону. Поразительная разница. Мы не знаем, как тебя отблагодарить. Так что, как врачи, будьте открыты к такого рода вещам, особенно при сотрясении мозга. А также имейте в виду, что вам, возможно, потребуется пройти курс физиотерапии и другие процедуры. И хотя результаты проявляются очень быстро, довольно легко избавиться от этой атласной кости на некоторое время, пока вся область шеи и позвоночника не стабилизируется и не встанет на место. Еще раз, взгляни на него сейчас, в самом начале, когда мы впервые увидели его, и вот он здесь год спустя. Какая разница? И посмотри, как изменились его плечи и как теперь его шея расположена очень прямо. Ты очень-очень изменился. Вот и все. Я делаю селфи с самим собой. Ты легко можешь провести быструю оценку НАКа на своих клиентах. Просто возьми немного. В данном случае я использую малярный скотч, потому что он не слишком липкий на обратной стороне, но ты можешь использовать любой скотч, какой захочешь. Прикрепи его к стене, используя уровень, чтобы он был точно горизонтальным. В данном случае у меня есть только три линии, показывающие несколько разных положений плеч и бедер. Но на самом деле я бы порекомендовал тебе сделать, может быть, шесть, семь или восемь линий, потому что ты, у тебя будут клиенты разного роста. И поэтому тебе нужно уметь лучше их разглядеть. И в этом случае на мне, как ты знаешь, тоже только свободная рубашка. Тебе бы хотелось, чтобы у них была рубашка получше, чем эта, потому что в этом случае ты действительно не сможешь увидеть расположение моих бедер. Так что ты можешь очень легко сделать это в своем кабинете, а затем решить, как ты хочешь действовать дальше. Хорошо, сделай снимок, пока ты этим занимаешься. Также убедись, что у них мягкие ножки. Таким образом, вывод таков. Стоит рассматривать каждого пациента как объект исследования, а затем потратить время на изучение возможностей. Другими словами, не торопитесь. И в этом проблема любой профессии. У медицины есть своя точка зрения, у нашей профессии и неврологии есть своя точка зрения. Мы должны быть открыты к тому факту, что мы не знаем всего, и нам нужно учитывать интересы других профессий, особенно если мы определенно видим драматические причины и следствия. Как в данном случае Сет, и это я наблюдаю у всех моих клиентов, у которых было какое-то сотрясение мозга, или у которых голова разбилась во время удара хлыстом. Кроме того, мы работали с профессионалами в области спорта, и нам удалось перестроить их кости атласа, что значительно снижает общее количество болей в теле и улучшает результаты в спорте. Так что в любом случае это хорошая вещь, которую нужно делать постоянно. В любом случае, учитывая сложность работы мозга, держите глаза и уши открытыми для техник и методов лечения, не относящихся к вашей профессии, чтобы увидеть любые факторы, которые могут быть связаны с заболеванием. Это включает в себя питание, осанку, мануальную терапию, как в случае с НАКО, физические упражнения, окружающую среду, управление образом жизни, гормоны и так далее и тому подобное. Будь открыт для всего этого. Это сложные области, в которых мы работаем. Учитывая, что подвывихи шейных позвонков и атланта могут иметь серьезные последствия для головного мозга. Их следует рассматривать при каждом сотрясении мозга, хлыстовом ударе или случайном падении. А теперь нам нужно кое-что обдумать, потому что есть несколько баз данных, в которых есть показатели предположительно для диагностики сотрясения мозга. Но если они не учли этого, то многие ИХЭК вполне могут включать людей с подвывихом костей атланта, о чем мы знаем в данном случае. По крайней мере, это действительно сбивает с толку. Могут быть случаи, когда их стандартные отклонения сейчас очень велики, и они будут смотреть на людей, в данном случае оценивая их сотрясение мозга. И на самом деле они могут оказаться без сотрясения мозга. Потому что если их атлант не был поврежден, и их фаза находится в лучшем состоянии по сравнению с удаленной атласной костью, они будут выглядеть лучше, чем потенциально есть на самом деле. Значит, в этих базах данных есть недостатки в этом отношении. И если человек создает базу данных типа сотрясения мозга, то каждому из этих людей в этой базе данных следует пройти процедуру Ньюка первого числа, прежде чем ИХЭК будут добавлены в базу данных, просто чтобы убедиться, что все чисто. Так что большое тебе спасибо за то, что выслушал эту увлекательную лекцию и сделал эти открытия о том, насколько важны эти кости позвоночника для функционирования мозга. И еще раз большое тебе спасибо за то, что посмотрел мою лекцию. Оставайся здоровым, и мы увидимся позже. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok